Известно, что люди стареют по-разному. Есть знаменитости, которым 50 лет, а на самом деле этого и не скажешь. Конечно, это естественный биологический процесс, но некоторые привычки могут заметно это замедлить. Ведь учеными доказано, что еда – образ жизни, и все в этом роде влияет на вашу старость. Ну а также важна генетика, которой вы обладаете. Но последние исследования показали, что все лежит на нашей ответственности и образе жизни, и лишь небольшая часть лежит на генетике. В этом видео вы узнаете, какие привычки необходимо обрести, и что нужно делать, чтобы выглядеть на 10-20 лет моложе, чем вы есть на самом деле. И это абсолютно реально. Всем привет, досматривайте это видео до конца, будет интересно и полезно. В 2015 году было проведено исследование. Ученые проанализировали данные людей, которые родились с 1972 по 1973 год, и в тех годах участникам было от 26 до 38 лет. У всех испытуемых была замерена длина теломера. Это тот самый участок хромосомы, который укорачивается при каждом делении клетки. И именно этот эффект и является главным объяснением старения. Ученые долгое время за ними наблюдали, а это были годы, и брали аж 18 биомаркеров. Это и артериальное давление, холестерин и работа внутренних органов. И на этой основе они регулярно рассчитывали биологический возраст человека. А когда им исполнилось 38 лет, они еще прошли тест на психологический возраст. В результате всего этого выяснилось, что некоторые испытуемые старели аж в 3 раза быстрее, чем остальные. А некоторые старели гораздо медленнее. И ученые выяснили, что лишь на 20% скорость старения определялась генетически. И гораздо большее значение имел образ жизни. И это хорошо, потому что это дает понять, что не все предрешено, и мы можем с легкостью влиять на этот процесс. Физические нагрузки, и это очень важно. Ученые доказали из Калифорнийского университета, что те люди, которые занимаются спортом меньше, стареют быстрее. Это обусловлено тем, что занятие спортом активирует тот ген, который защищает молекулы ДНК от повреждений. Следующий пункт – это микрофлора кишечника. А именно, за ней нужно следить. Потому что одна из причин преждевременного старения – это нарушение состава и свойств нашей микрофлоры. Те бактерии в кишечнике, которые участвуют в синтезе аминокислот и витаминам группы В, а также витамина К, играют очень большую роль в нашей иммунной системе. На самом деле, говорят, что 80% нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике. И еще говорят, что кишечник – это второй мозг. При некачественном и нездоровом питании баланс нашей микрофлоры начинает падать. И это неизбежно откладывается на здоровье всего организма. Самая главная рекомендация для здорового кишечника – это то, что вам нужно употреблять больше клетчатки в каждом приеме пищи. Потому что клетчатка – это универсальный способ буквально прочистить наш кишечник, чтобы в нем ничего не задерживалось, не бродило и не гнило. Потому что, как ни странно, буквально некоторые продукты могут настолько задерживаться в кишечнике, что начинают там гнить. Поэтому 30-40 грамм клетчатки в день – это очень полезно. Идем дальше. Это стресс. Ученые связали определенную связь, потому что стресс и чрезмерная психическая нагрузка вызывают изменения в работе определенного гена. И у людей, которые пережили большой стресс даже в молодом возрасте, активность этого гена соответствует старикам, что ведет к преждевременному старению. Кстати, ученые полагают, что можно воздействовать на старение путем влияния на сам ген. Но пока что это только предположение, и это только предстоит исследовать. Еще очень важный пункт – это употребление рафинированного сахара. Было доказано, что употребление рафинированного сахара увеличивает микровоспаление в организме. И это может объясняться повышенным тромбообразованием, то есть риском инфаркта и инсульта. Но также это влияет и на старость. Чтобы продлить молодость, необходимо есть как можно меньше сладкого. Кстати, это было исследовано как на животных, так и на людях. А вот что стоит есть, так это уралитин. Его очень много содержится в грецких орехах. Ведь не случайно его считают самым полезным орехом, а также самым полезным продуктом в принципе на нашей планете. Также было доказано, что люди, которые употребляют грецкие орехи в течение жизни, живут дольше. Следующий пункт – это поменьше солнца. Потому что известно, что солнце очень здорово старит кожу. По всему интернету гуляла фотография дальнобойщика, который каждый раз ездил в одно и то же направление. И ему всегда светило солнце в одну сторону лица. В результате половина лица у него выглядит нормально, а другая половина выглядит буквально как на 20 лет старше. Эта фотография реально показывает, насколько действительно солнце влияет на молодость нашей кожи и в целом внешнего вида. Хотя загорать до сих пор по-прежнему модно. И здоровый бронзовый загар даже ассоциируется со здоровьем. Хотя ассоциация на самом деле, наверное, не очень правильная. Напишите в комментариях, что из этого вы едите и что хотели бы исправить. Смотрите больше интересных роликов на моем канале. Подписывайтесь и до скорого, друзья.